здравствуйте уважаемые коллеги сегодня я хочу прочитать цикл сообщений на тему винокурения если предыдущее сообщение было ответом на ваши вопросы в основном который задавал ведущий то сейчас я прочитаю именно для тех кто только начинает это хобби настоящее мужское хобби очень неплохое 2015 году произошла настоящая революция если до этого времени самогон считался запрещенным напитком то начиная с семнадцатого года это дата введения нового госта появился собственно говоря официальное название самогона который раньше не использовалась в нашей технологии самогон по этому определению спиртной напиток из зерна крепостью от 35 до 50 процентов изготовлен путем нескольких дистилляций сброшенного сусла до крепости не более 80 процентов обнимание вот на эту крепость предельно дело в том что при меньшей крепости на прибольше крепости извините при большей крепости отгон дистиллят уже теряет характеристики исходного сырья ну здесь обязательная обработка активным углем не все же на куры делают это хотя ведь и в гост это вошло для разбавления то есть для достижения вот тех самых 35 и 50 градусов используют так называемую исправную воду то есть воду максимально мягкую если она изначально мягкая то можно эту воду не подготавливать тринадцатом году был выпущен также еще один гост почему два госта ну я не могу объяснить просто сам причины не знаю гост на так называемый зерновой дистиллят определение похоже но крепость предельный крепость 94 8 десятых процента объемных это крепость взята с иностранных дистиллятов таких как дистиллят для приготовления виски кальвадоса текилы ну и так далее получаемая перегонка опять из зерна злаковых культур перечисляются культуры это рожь ячмень кукуруза пшеница а ну есть еще ряд культур других зерновых из которых делается зерновой дистиллят допускается их смешивать дело в том что например дистиллят из ржи он очень плохо перегоняется по ряду причин поэтому лучше смешивать его с ячменем вообще один из лучших дистиллят получается именно из пшеницы с ней нет никаких проблем и так далее приготовленного из солода или солод используется в качестве а сахарящего агента то есть который расщепляет крахмал зерна и подготавливает его брожению опять имеет вкус и аромат исходного сырья допускается выдерживать этот дистиллят в бочках деревянных ну или различные виды дуба то есть это клепка стружка щипа и так далее чипсы а можно не выдерживать на этом слайде представлено сравнение ректификовано спирта то есть тот спирт который был достаточно долгое время и 10 зернового дистиллята ну как видим во первых допускается в дистилляте светло золотистый янтарный цвет который достигается при выдержке в контакте с древесиной дуба и обратите внимание характерный характерная ароматика и вкус исходного сырья должны соответствовать посторонний привкус и запах должен отсутствовать но это иногда бывает запах жженой пробки при неправильной перегонке и при горании бывают другие посторонние запахи которых быть не должно на этой таблице также приведено сравнение этилового спирта и зернового дистиллята по содержанию примесей вот красным выделено те характеристики которые сильно отличаются от ректификованного спирта но мы видим что отличие бывает до тысячи раз до допустим например по содержанию сивушных спиртов если раньше нам говорили что как вот эти примеси которые образуются они очень плохо действуют на здоровье то весь остальной мир который использует дистилляты тем не менее пьет ну и не умирает собственно говоря и сейчас идет такая ползучая экспансия дистиллированных напитков частности виски в основном конечно ну частично текила как видим мы попытаемся преодолеть это в ползание и захват нашего рынка на следующем слайде указано сравнение русской водки и самогона обратите внимание на букву r это гост и действующий только на территории россии опять видим что концентрация примесей за которые мы все время так боролись в некоторых случаях доходит до 1000 и более раз и также агро ограничено минимальное содержание примесей в этом случае самогон не может считаться готовым продуктом по нашему госту и далее мы посмотрим каким образом наши дрожжи получают спирт и собственно основные показатели просто дрожжи очень важное значение имеет описание тех мест где собственно и обитают дрожжи в природных условиях друзья до группа одноклеточных грибов они утратили процессе эволюции мицелий это такие белые нити которые образуют большую часть плесени грибов и так далее дело в том что они растут в средах которые богаты питательными веществами они полужидкие или вообще жидкие всего дрожжей существует около полутора тысяч видов культурные дрожжи относятся к так называемым аскомицетам то есть полы расположены в своеобразных сумках сумка по латыни означает аск ну есть базидиумицета но в культурных расх они практически не встречается там они дрожжи в своеобразных булавочках самый известный источник дрожжей это конечно виноград он известен много тысяч лет для человечества видите кто-то потёр шкурку винограда и стер такой белый налет белый налет как раз и есть тонкий слой дрожжей все мы знаем что если собирать виноград руки очень быстро становится сладкими то есть через оболочки виноградин выходит сахара но это в основном глюкоза фруктоза и большое количество сахарозы вот этими углеводами как раз дрожжи питаются другой фактор это доступность кислорода пленка очень тонкая кислород легко проникает нее и дрожжи активно развиваются что же получает собственно растение от наличие там дрожжей растение получать защиту от своего главного врага то есть от плесени все мы знаем что если купить на колхозном рынке виноград который не обработан различными веществами в отличие от магазинного то через некоторое время помытый виноград покрывается плечами то есть дрожжи вот этот тонкий слой дрожжей защищал виноградные от гниения здесь же показ другие места где они произрастают но это сахарный тростник вот нижний слайд и хмель хмель своеобразное своеобразное растение там присутствуют горькие вещества которые являются бактерицидами для большей части микроорганизмов недаром производится охмеление пивного сосла для того чтобы предохранить в некоторой степени конечно это пиво от порчи в дальнейшем мы еще вернемся к миру далее мы рассмотрим так называемый фактор роста собственно что им нужно для роста во-первых аэрация еще пастер выяснил даже есть такой термин как эффект пастера то есть прекращение брожения в присутствии кислорода что когда нам нужна биомасса то есть дрожжи должны размножаться необходимо подавать им кислород это существование энергетически очень выгодно посмотреть сколько тепла выделяется до этого гей-люсарк вывел также уравнение брожения то есть эта жизнь без кислорода как указал луи пастер в этом случае размножение практически прекращается а для защиты своего потомства дрожжи начинают выделять яд известный под названием этанол в обоих случаях выделяется углекислота мы случай родного дыхания вода легко запомнить когда мы дышим мы выделяем воду мы выделяем co2 и разогреваемся оптимальная температура при которой дрожжи растут быстрее всего это 29-30 градусов ну по разным источникам небольшие колебания есть но в среднем это вот эта температура при очень высокой температуре жизнедеятельность ослабевает или прекращается при более низкой также происходит прекращение брожения минимальная температура минимальная температура 5 градусов при 50 градусов дрожжи погибают дальше очень важное значение имеет активная кислотность ph растут они в пределах паша 2 до 8 оптимальный 485 то есть это кислая среда замечено что при паш меньше 4 2 дрожжи развиваются а что в свою очередь препятствует развитие тоже очень вредным микроорганизма молочных кислых бактерий дрожжи обратите внимание могут расти при паш и двойка двойка это 0 1 нормальный раствор соляной кислоты они выживают дрожжи сами являются кислот образующими бактериями микроорганизмами они выделяют набраживают различные кислоты в основном уксусную и таким образом подавляют деятельность посторонней микрофлоры ну естественно дрожжам необходимо питание к сожалению дрожжи выдерживает в среднем где-то концентрации спирта 7-9 процентов этому этой концентрации соответствует первоначальное содержание сбраживаемых веществ то есть сахаров различных видов от 13 до 15 причем в первую очередь устал усваивается наиболее простые сахара глюкоза сахароза фруктоза и они как любой живой организм первую очередь потребляют именно их а только затем переходит на более высокое молекулярные вещества теоретически выход спирта из одного килограмма сырья гексос то есть это глюкоза фруктоза 064 литра абсолютного спирта абсолютный спирт это стопроцентный спирт сахароза 068 крахмала 071 это теоретический выход который посчитан по предыдущим уравнениям практически выход естественно ниже потому что не все сахара перерабатывается существуют потери часть сахаров расходуется на рост новых клеток я сказал что они почти не размножаются но это почти означает что небольшое размножение идет практически выход ниже 81 93 процента от теоретического это следует учитывать когда вы будете считать баланс по спирту другими источниками для жизнедеятельности дрожжей является азот азот им необходим для строения собственно для строительства собственного белка без него ну как известно белок состоит из аминокислот который собственно содержит азот желательно добавлять их в виде простых солей аммуния различные удобрения и так далее фосфор необходим также для питания для строительства ферментативной системы добавляют в виде ортофосфорной кислоты или ее солей микроэлементы они требуются очень малых количествах но при их наличии рост дрожжей ускоряется это различные металлы калий магний цинк железо медь кальций и так далее дрожжи нельзя растить на мягкой воде вода должна иметь среднюю жесткость как раз в этой воде и содержится необходимый набор микроэлементов также существуют такие так называемые расставные факторы то есть это такие вещества которые в принципе не очень необходимы дрожжей они сами но они ускоряют брожение активируют дрожжи и так далее это в первую очередь аминокислоты органические или жирные кислоты наконец как я уже говорил конечная концентрация спирта при концентрации спирта для обычных дрожжей 7-9 процентов дрожж рост дрожжей и брожение прекращается или сильно замедляется ну если очень длинно бродить ну вот как бродит например вино то можно достичь и 18 процентов но в этом случае брожение длится годами важное значение также иметь давление дело в том что при повышенном давлении происходит перенасыщение сусла дворокиси углерода который как известно является ядом дрожжам это не нравится они начинают болеть набраживает различные примеси и эти примеси позволяют создать нам напиток под названием пиво то есть в одних случаях это вредно замедляет брожение других случаях это создает необходимую структуру нашего на по форме брожения различают собственно говоря различные виды верховые дрожжи это относительно мелкие они растут в толще жидкости по окончании брожения оседают на дно но осадок сам не плотный стоит только сдвинуть эту емкость как осадок взмучивается то есть легко взмучивается низовые дрожжи открыты не так давно каких-то 150 лет если мы про дрожжи говорим что они известны человечеству тысячи лет до низовые дрожжи были открыты не так давно в основном они используются для производства пива это крупные дрожжи по окончании брожения образуют плотный осадок с которого собственно напиток под названием пиво можно снять и осветлить этот напиток обладает способностью к слипанию более крупные агломераты которые как раз и осаждаются вниз пленчатые дрожжи это дрожжи растущие на пленке на поверхности сусла хересные дрожжи они внутрь емкости не лезут за счет этого набражают большое количество спирта поскольку собственно говоря они не погружаются в толщу сусла наконец дикие дрожжи огромное количество это дрожжи которые которые паразитируют на нашем сусле они имеют случайный характер неизвестно если вы добавляете несколько раз дрожжей неизвестно какая из них вырастет некоторые винокуры собственно говоря практикуют выращивание на диких дрожжях но я считаю что это неправильно потому что в этом случае самоображение нет случайный совершенно характер сегодня хорошее завтра плохое воспроизвести вам не удастся очень вредные дрожжи используя появляются хлебопечения это первую очередь дрожжи рода кандида кандида тропикалис являются взглядом спонтанно то есть самопроизвольное изображивание все дикие дрожжи набраживают небольшое количество спирта по сравнению с культурными расами поскольку имеют повышенную чувствительность концентрации спирта и при этом потребляют много сахаров у них низкий экономический эффект коэффициент дальше мы рассмотрим товарные формы дрожжей первую очередь конечно такие товарные формы используются хлебопечения но часто используют собственно и винокуры надо знать что это такое самый первый и так сказать традиционный старинный способ очистки и хранения последующего дрожжей это хмелевая закваска рецепт вы можете посмотреть в интернете в принципе делается отвар хмеля дальше добавляется ржаная мука в небольшом количестве и сахар и происходит изображивание видите тут пузырьки на картинке видны я уже говорил про свойства хмели бактерицидные таким образом все посторонние микронизмы умирают таким образом можно если вы завели свою культуру диких дрожжей например вы можете ее возобновлять путем хмелевой закваски хранить его в холодильнике это распространенные прессорные дрожжи 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 выращиваются специально иногда берут спиртовые дрожжи после того как отделяют оттуда спирт точнее они сброшенную брашку разделяют на сепараторе и дальнейшем сгущают ее опять же сепарированием и прессует но главный недостаток таких продуктов это то что у них небольшой срок хранения они могут протухать и так далее мне такие случаи были вот зато даже находится более менее в активном состоянии легче разбраживаются их легче применять чем например сухие дрожжи в принципе достаточно длительное время можно хранить в морозилке естественно при этом концентрация клеток слегка снижается но это не сильно сказывается на качестве получаемого продукта следующая форма это сушеные дрожжи со флидмир измельченные прессованные дрожжи высушивают ну обычно теплым воздухом на вальцовых сушилках до конечной влажности 8-9 процентов то есть это влага которая химически связана с белками клеток и не может быть извлечена без использования высоких температур такие дрожжи хорошо хранятся но к сожалению из-за того что используется воздух в таких дрожжах могут быть посторонние микрофлора поэтому можно очистить ее путем например приготовления хмелевой закваски но поскольку концентрация дрожжей велика то посторонние микрофлоры не успевает развиться и так или иначе дрожжи и и вытесняют хороший продукт долго хранится можно хранить при комнатной температуре достаточно длинное время порядка года последняя форма это быстродействие сушеные дрожжи получают леофильные распылительные сушки это щадящим леофильные это из замороженного состояния распылительные когда борошку содержанием очищенную борошку содержанием дрожжей распыляют в потоке воздуха теплого время воздействия небольшое поэтому сохраняются производитель гарантирует отсутствие посторонней микрофлоры но главным недостатком является то что если вы вскрыли упаковку она обычно сделана из металлизированной пленки и внутри вакуум то гарантия снимается в дополнение к обычным дрожжям туда добавляют всевозможные вещества которые повышают сохраняют жизнеспособность клеток в процессе хранения хороший препарат с высоким содержанием клеток и гарантии стерильности итак продолжаем разговор эта часть наших сообщений будет посвящена приготовлению сусла из различных источников сырья сусла нам нужен для выращивания дрожжей причем с учетом того что мы отмечали в предыдущем сообщении дополнение хотел бы отметить что большая часть оборудования которые здесь изображено на картинках приготовляется двумя фирмами нашими коллегами это фирма самогон легко евгения шатохина и самогон и водка игоря шумуна на этом слайде изображено минимальный набор оборудования которые вам необходим в последующей работе ну в первую очередь конечно весы весы желательно от 0 до 5 килограмм точность у них один грамм также требуется и небольшие весы с большей точностью от 0 до 200 грамм они продаются в охотничьих магазинах и позволяют нам взвешивать небольшое количество ингредиентов которые мы добавляем из сусла и в последующем используем в напитках необходимо также термометры они бывают жидкостные и цифровые жидкостные менее удобны они не такие точные как цифровые их сейчас большое количество выпускает их наши китайские друзья и сейчас широко представлены в продаже дальше для приготовления сусла и расчетов будущей крепости напитка нам необходим прибор для определения содержания сахара это может быть либо рефрактометр также выпускается китайской народной республикой достаточно точно и очень простой в обращении нужен а если хотите подешевле можно купить ариометр сахаромер но к нему обязательно нужно покупать мерный цилиндр 100 миллилитров куда вы будете наливать будущее сусла зачем нам надо знать концентрацию сусла мы можем рассчитать и производительность нашей системы выращивания дрожжей если необходимо добавить туда других питательных веществ особенно это важно для фруктовых бражек хотя можно обойтись и без них различные схемы приготовления сусла мы начнем с самого простого сусла на основе сахароза то есть сахар который продается наших магазинах почему именно с него но я думаю что проект процентов 90 винокуров можете больше начинали именно с сахаром во первых это очень дешево ну есть такие расчеты знаете с килограмма сахара получается примерно литр самогона с крепостью 50 процентов ну экономика посчитайте сами дальше само приготовление сусла очень простое ну и последнее все кто просил у меня рассказать им о самогон варенье мои друзья и приятели все начинали с сахара я почему потому что я им говорю ребята вы сначала определить ваше ли это хобби или вам не захочется возиться дрожжами с бутылями и так далее сахарное сусло как раз позволит вам определить свою склонность приготовлению алкогольных напитков случае сахароза мы можем добиться любой концентрации сахара поэтому нам необходимо рассчитать чтобы количество сахара было оптимально но теоретический выход по первому сообщению из одного килограмма сахара 068 абсолютного спирта это стопроцентный спирт практически выход 90 процентов от теоретического 061 литр мы принимаем крепость брошки 9 процентов это наиболее часто встречаешься промышленности крепость дело в том что при большей крепости брожение затягивается возможны всякие ненормальности его лучше остановиться именно на нем при этой крепости в одном литре содержится девять сотых процент литра абсолютного спирта необходимо внести сахароза вот видите по расчетам 0 148 килограмм плотность сахароза 159 а тогда потребное количество занимает соответствующий объем считаем остаток воды соотношение вода сахароза где-то один килограмм сахароза на 6 1 десятых литр обычно практически выход не приближается к тем величинам который я сказал то есть 90 процентов они же это и наши косяки и тут много всего поэтому обычно в большинстве пособий по винокурению рекомендуют соотношение сахароза вода а на 1 килограмм сахароза 4 литра воды или 5 литров это оптимально с брошью не быстро и полно иногда если вам требуется быстрое приготовление брашки вы можете разбавить больше 6 литров 7 литров тогда у вас бродит ну иногда бывает что за сутки успевать сбродить хотя конечно потом появляются проблемы с перегонкой то есть у вас слишком много воды вам потребуется больше времени и так далее но иногда она того стоит собственно как приготовляется сусло сахар в холодной воде разводится плоховато долго придется болтать он вы растворите в конечном итоге но затягивается очень сильно поэтому лучше нагреть воду градусов до 50-60 засыпать туда ваш сахар и развести разболтать его лопаткой можно сделать даже собственно сироп как делают наши хозяйки на килограмм сахара пол-литра воды довести до кипения но потом к сожалению потребуется охлаждение как я говорил дрожжам необходимо минеральная подкорка то есть надо надо дать им источник азота и азот источник фосфора в сахарном песке содержание сахароза 99 75 процентов то есть почти полностью отсутствует любые посторонние вещества можно ворачивать дрожжи на чистый сахароз конечно можно но опять затягивается сусло получается плохого качества и соответственно напиток у вас будет изобиловать теми продуктами брожения которые дрожжи набродили откуда берется азот и фосфор собственно в такой вот брашки без добавления минерального вещества знаете очень красиво сказали мои коллеги они питаются трупиками умерших товарищей то есть дрожжи разлагаются выделяя при этом мембраны лопается выделяется различные вещества в том числе азот и фосфор который как раз вынуждены потреблять оставшиеся живые дрожжи ну это не очень хорошо качестве азотистых веществ к суслу можно добавлять небольшое количество ну вот здесь у меня указ 0,2-0,4 миллилитра а раствора аммиака концентрации 25 процентов это тот аммиак который продается в аптеках хорошая подкормка аммоний фосфорной кислой двухзамещенной или аммоний хлористый количество где-то пол грамма на литр вещество можно приобрети в аптеках магазинах химореактивов удобрений продаются они в тех магазинах про которые я сказал в начале сообщения хорошая подкормка для дрожжей это зеленый солод то есть это проращивается ячмень измельчается через мясорубку и добавляется он можно добавлять двойное количество пивоваренного сухого солода он содержит все питательные вещества содержит различные ростовые вещества которые помогают быстрее разводить дрожжи не пытайтесь использовать в качестве подкормки очень популярную почему-то я не знаю откуда это взялось томатную пасту сусло и последующие самогон получатся чудовищного качества дело в том что если раньше советские времена томатная паста представлял собой просто выжимку из помидоров и теперь она представляет сложную смесь эмульгаторы стабилизаторы красители консерванты только такой прикормки не будет только хуже так микроэлементы как я говорил содержится в водопроводной воде поэтому категорически не допускается использовать для сусло обессоленное образноосматическое тем более дистиллированную воду бродить конечно будет на долгое качество брашки будет плохим вы заставите дрожжи опять питаться визированными клетками то есть те клетки которые умерли следующий этап по мере возрастания вашего мастерства это конечно фруктовый сок в первую очередь конечно это яблоки ну вряд ли в средней полосе вы найдете виноград тем более что виноград это другая технология я его рассказывать не буду я сам с ней не очень знаком я бы в нашей полосе много некоторые года бывает очень много поэтому мы берем это сырье для приготовления иногда говорят про ягоды ну блин черный смородом не знаю кружевник можно конечно можно но дело в том что возни с ними очень много и и сборе и в отжиме сока и так далее ну собственно это ваш выбор на этом слайде изображен изображена табличка из научной литературы это выход сока из 100 килограммов плодов вряд ли вы достигнете таких величин потому что там используются более сложные технологии подготовки сырья отжимы и так далее но эта таблица очень полезна в том плане что вы можете определить эффективность своей схемы отжима сука и может быть что-то в ней подправить я немножко сделаю паузу чтобы вы могли посмотреть этот слайд итак из наших плодов мы должны отжать сок когда мы говорим о ягодах то вот все оборудование которое сейчас буду рассказывать вам для ягод не очень годится потому что эти соковыжималки они плохо отжимают самый простой способ это взять те же самые ягоды черную смородину да если у вас и очень много разбить ее блендером и потом отжать через какой-то рукав хлопчатой бумажной ткани очень неплохой вариант получается из рукава старой отстиранной рубашки да вы закладываете небольшое количество туда колбаска раскладывать и затем скручиваете как женщины отжимают белье получаете сок ну самое первое что приходит на ум это бытовая соковыжималками не пользуйтесь и производились низкой сок получается плохой возня страшно потому что необходимо выделять убирать оттуда сердцевины плодов и так далее то есть есть когда мы говорим о больших количествах то конечно пользоваться им очень тяжело хотя многие отжимают и бытовыми домашними соковыжималка для дач можно порекомендовать центробежные соковыжималки это рассошанка сейчас по моему их перестали выпускать выпускает аналог который совершенно по размерам подходит к рассошанке то есть вы можете использовать ее в качестве источника таких вот запчастей да это салют рассошанка и салют требует после удаления мезги которые образуются при отжиме ну хватает одной примерно хватает на ведро где-то яблок конечно муторная операция вот есть другая соковыжималка это нептун там происходит автоматическое удаление мезги в отдельную емкость но сам сама мезга не такая сухая как получается в салюте и рассошанки ну когда я был много знаете эта разница очень незаметно зато вы избавляетесь от возни с удалением мезги вот преимущества какие ну во первых она недорогое все оборудование она компактно яблоки рекомендуется в инструкции не резать и не чистят сердцевины сердцевины вот те косточки сердцевинки они обеспечивают лучше дренаж для прохождения сока что существенно упрощает ускорять переработка недостатки вы знаете применять их на нашей кухне ну сложновато все таки сок выливаются выход небольшой кстати 55 50 процентов от массы яблока и я не совершенно не пригодны ли переработки мягких плодов хотя в некоторых инструкции пишется что можно их перерабатывать но иметь ввиду вишни смородина малина и так далее вы получите просто деление массы вот этих фруктов на пополам до следующий вариант это прессовые соковыжималки прессовый соковыжималки это старинный инструмент для получения сока известен но я думаю тысячи лет до не получение сока а они бывают винтовые то есть привод производится вращением винта кстати усилие довольно большое требуется когда отжимаешь иногда приходится вставлять трубу для того чтобы увеличить рычаг бывают более удобные они сделаны на основе автомобильных домкратов преимущество выход сока выше чем на предыдущих центробежных соковыжималках и даже в ряде случаев близок к теоретическому возможно переработка любых фруктов но только косточкой конечно требует извлечение косточек вручную недостаток недостатки ну собственно говоря они достаточно дорогие переработка занимает большое время перед отжатием сока ну например яблок требуется предварительное измельчение где-то до размера один на один сантиметр при винтовом требуется значительное усиление к сожалению к этим соковыжималкам вам еще требуется плодовая мельница то есть еще один вид оборудования вы сначала измельчаете свои яблоки и потом помещаете их соковыжималку я не буду рассказывать процесс отжима сока он есть в инструкциях если вы заинтересуете они есть в интернете почитаете ну на этом слайде не удержался показал новые красивые соковыжималки очень дорогие сделаны из нержавеющей стали ну слева это обычная прессовая соковыжималка на основе домкрата покрашена специальной краской и так далее отделение сока самотека на правом слайде показано гидравлический так называемый пресс он насколько мне известно импортно не знаем производится не в россии или нет это перфорирование такой цилиндр металлический внутрь которого помещен какой баллон из толстой резины которым подводится водопроводная вода как известному водопроводного вес давление примерно 3 атмосферы и позволяет очень эффективно отжимать сок вообще должен я вам сказать что при отжиме сока не надо торопиться вот такими соковыжималками до прессовыми не надо упираться сразу обычная процедура такая вы начинаете повышать давление как только чувствуете что ваш поршень упирается подождите немного пусть сок выйдет иначе он запрется внутри вот этой массы мязги и выход будет низкий к сожалению сок достаточно не содержит достаточное количество полноценное питание конечно там больше питательных чем при сахарной брашки да но тем не менее необходимо добавление источников азота и фосфора что может ускорить наше брожение снизить содержание посторонних примесей ну на литр сок добавляет один грамм молотого или полтора глам два грамма измельченного зеленого солода 0203 грамма фосфорно-кислого аммония которым мы раньше говорили или 0102 раствор на шатыря ну аммиака да в качестве азотного питания к сожалению содержание питательных веществ в нашем соке как правило не очень высоко и не позволяет получать нам брашку высокой крепости 35 процентов ну кроме винограда виноград это как бы отдельная статья это затягивает перегонку низкая крепость может позволить развиваться там посторонние микрофлоры может взять и закисание поэтому брашку уточнее сусло добавляет туда сахар называется это шептализация хотя содержание сухих веществ не должно превышать 22 25 процентов по сахаромер о котором я говорил в начале этого сообщения а здесь я дал пример подобных расчетов вот можете им воспользоваться поставьте если вам понадобится поставьте на паузу и посмотрите этот слайд какой достаточно распространенный вариант сусло это варенье ну знаете очень часто бывает что варенье долго хранится она засахаривается меняется вкус у вас подоспел новый урожай а у вас еще стоят много литров этого варенья надо выбрасывать жалко банки нужны для следующего консервирования вот варенье содержит от 50 до 75 процентов сбрашиваемых сахаров это зависит от того сырья который вы использовали могут иногда присутствует цельные плоды иногда вот вишня слива с косточками вот приготовить сусло очень легко разбавлять над кипятком соотношение где-то один к трем и тщательно перемешивать особенно если есть у вас кристаллизованный сахар на дне а затем фильтруйте через сито чтобы убрать те частицы сырья которые остались в варенье сборожить с ягодами не стоит я пробовал ароматики они практически не добавляют но могут послужить источник инфекции то что варенье мы варили и высокая концентрация сахара не должно вас обманывать там все равно могут присутствовать посторонние микроорганизмы которые могут инфицировать наше сусло затем вы ариометром или фрактометром измеряете концентрацию сусла и доводите до 3 моего плотности сусла разбавляет водой заливать обычно через остатки ягод носите чтобы окончательно отмыть его следующее наше сообщение о приготовлении сусла из зернового сырья мы имеем ввиду зерно да о котором мы говорили раньше но дело в том что непосредственно зерно я не советую брать она очень трудно измельчается цельный зерно практически не не пригодны для приготовления наших напитков твердый зерна близко дереву вы хотите измельчать деревешки поэтому вам проще взять чистый крахмал он есть продажи дорогой либо мука тонкий помол зерна дешевый выход будет не очень сильно различаться все должен сказать что этот способ не все винокуры доходят до него потому что достаточно сложный многостадийный требует в определенной степени специального оборудования и в общем-то достаточно длительные приготовления но подумайте может быть вы хотите перейти на следующую ступень мастерства тогда этот способ для вас ну в данной ситуации вам необходимо немного посвящений в химию крахмала крахмал высокомолекулярное вещество картофельный крахмал содержится примерно 77 грамм на 100 грамм литр крахмала это высокомолекулярный полисахарид дрожжи не способны его перерабатывать поэтому нам надо разделить его на составные части составные части это глюкоза гранулы крахмала неоднородная и содержит два структурных полиоза то есть варианты это амилоза примерно 20 процентов в зависимости от растения источника и амилпектин оба эти соединения можно выделить в чистом виде амилоза это линейно соединенный глюкоза вот она видите на рисуночке построение представляет вытянуть такую цепочку свиты в подобие пружины амилоза не образует клейстера то есть твердообразного вещества а с йодом дает характерный темно-синий окрашен другой полимер это амилопектин он имеет более длинные цепочки которые которые есть на которых есть веточки молекулярная масса такого соединения выше чем у амилоза к сожалению амилопектин при нагреве образует клейстер то есть такое твердообразное вещество чтобы его полностью разрушить вам нужно нагреть этот амилопектин до примерно 120 140 градусов то есть работа под давлением но это не наш способ для домашнего употребления такой способ не годится да и в промышленности от него почти везде отказались образование клейстера происходит обычно в диапазоне от 50 где-то до 55 градусов то есть ваше сусло которым вы размешали муку там или клея собственно крахмал продажный вдруг приобретает такие вот высокую вязкость причем приобретение это происходит рывком начинают появляться даже комки мы не должны доводить до подобного состояния потому что в этом состоянии начинается пригорание сам амилопектин не образует синего окрашивания йодом да и ответственность за образование клейстера к сожалению без знания каких-то основ химии крахмала невозможно наша дальнейшая работа поэтому попытаюсь но как можно более просто изложить все процедуры ну во-первых крахмал растворяется в воде для того чтобы имела ферменты которые мы будем применять при разваривании и затирании разваривание это растворение затирания это когда происходит гидролиз крахмала на более мелкие составные части с последующим приходит превращением в дисахариды или моносахариды то есть по одному или по два остатка глюкозы этот процесс называется сахарю ферменты это природные катализаторы они сами не участвуют в реакции остаются и не расходятся никак но зато в сотни тысячи раз ускоряют сами реакции распада вот этих вот больших полимерных цепей для того чтобы они стали доступны для питания дрожжей как я говорил в процессе нагрева происходит образование твердого образного сына то есть клейстера который вызывает пригорание греющих поверхностей температура этого где-то 50 55 градусов можно предотвратить клести ризацию путем интенсивного перемешивания способ не очень надежно гораздо более эффективно применение ферментов то есть производство частичных производстве естественно гидролиз так называемый разжижающим ферментами добавка в уже образовавшийся клейстер небольших количеств ферментов превращает этот это сусло в жидкое состояние дальше после растворения крахмала необходимо и предотвращение крестера образования необходимо расщепить полимер до потребляемых дрожжей сахаридов идеально для глюкозы минимально до двух-трех остатков глюкозы что достигается гидролизом ферментами микробиологическими препаратами или суродом для расщепления то есть гидролиза крахмала на доступное питание дрожжей сахариды применяют ферменты и препараты как правило микробиологического происхождения они добываются из плесени или зернового свода ферменты белки которые значительно ускоряют процесс распада вот этих полимеров и при этом не расходуются ферменты вот здесь приведено два графика на левом графике мы видим что у действия ферментов существует оптимум ну естественно при 0 градусов реакция останавливается поскольку вода замерзает при 80 градусов ферменты это белок они распадаются и перестают действовать то же самое касается и оптимального значения ph оба обе эти показатели обычно представлены в в инструкции на применяемый препарат опять же не буду у вас утомлять сложной химией ферменты делится на две большие категории это разжижающие ферменты те которые режут полимеры наши полимер примерно в середине цепи поэтому быстро очень снижается молекулярная масса и предотвращается опять же состояние клейстера и осахаривающие осахаривание то есть отщепляют концов цепи по одному или два остатка глюкозы который собственно и служит для питания дрожжей наши целевые вещества ну разжижающим ферментом он относится милосубтилин это фермент альфа-амилазы ну разные торговые названия встречаются но вы должны запомнить слово альфа-амилаза а сахаривающие ферменты это глюка-амилаза ну в российской практике называется глюковамарин здесь представлена типичная циклограмма приготовления сусла из на основе муки или крахмала сначала мы заливаем муку или крахмал теплой водой от 1 3 до 1 4 от масса крахмала затем сразу вносится разжижающий фермент альфа-амилаза он позволяет предотвращать к листеризацию дальше сусла греет до температуры пастеризации охлаждают до температуры осахаривания вносит осахаривающий фермент глюка-амилаза и по окончанию осахаривания то есть превращение крахмалов доступны для питания дрожжей сахара она охлаждается до температуры складки дрожжей но должен сказать что мы нашу муку не берем на помойке поэтому можно применять в принципе такой упрощенный способ не идти по этой циклограмме то есть в теплую воду мы добавляем муку сразу одновременно добавляем глюка-амилазу и альфа-амилазу нагреваем примерно до 65 градусов и выдерживаем до полного осахаривания нашего сусла для определения полноты гидролиза то есть окончание процесса применяют такую очень простую так называемую йодную пробу она известна много времени берут каплю йода можно брать йод который покупают в аптеках не надо специально готовить ну разбавить его нужно водой примерно в два раза туда капается капля сусла фильтрованного дело в том что если вы берете не фильтрованные там могут оказаться комочки крахмала или муки которые дадут вам синее окрашивание и смотрим если окрашивание синий этого фильтрованного сусла то значит процесс надо и вести дальше если при смешении сусла и йода цвет йодной пробы не меняется значит процесс завершился можно охлаждать и производить посев дрожжей на этой вкладке представлены расчеты ферментных препаратов для обректовления смысла из крахмалистого сырья то есть из муки или крахмала картофельным например или кукурузным расчеты простые я не буду их комментировать единственный вопрос значит содержание крахмала обычно пишут на упаковке муки или крахмала а иногда скрывается правда по терминам углеводы это имеется ввиду крахмал а активность ферментов дается в инструкции на препарат который вы покупаете сейчас эти препараты купить очень просто в том что и в магазинах которые я представил в самом начале моего сообщения интересный способ приготовления сусла из зеленого солода как я говорил измельчение непосредственно зерна очень сложную процедуру поэтому можно применять зеленый солод зеленый имеется ввиду что зерна ячменя как правило мы проращиваем получаем вот такую массу от на левом фотоснимки которые можно как применить для осахаривания небольшого количества муки так и в чистом виде при этом само сусло и последующий дистиллят имеет хорошую органолептику многие пользуются и зеленый солод проросшее зерно семейства злаков обычные ячмени реже пшеница рожь при проращивании внутри зерна эндосперм это называется эндо внутри сперм жизнь расположен крахмал который процессе проращивания гидролизуется под действием ферментов самого зерна и представляют питательные вещества для роста своих составных частей то есть корешка и ростка процедура в общем не не очень сложно ну вот я для себя принял очень простая простой оборудование для приготовления зеленого солда это корзина для приготовления для кошачьего туалета очень удобная она и недорогая ну для начала зерно надо отмыть зерно насыпается на сито промывается водой из-под крана вот на этом сети дальше зерно погружаем в воду необходимо замочить его для того чтобы начался процесс проращивания зерно погружается в воду здоровое зерно тонет то зерно которое с помещением с какими-то дефектами или всевозможные посторонние примеси она всплывает мы этот мусор выкидываем за называется это сплав удаляем шумовкой обычно дальше мы оставляем зерно для замачивания зерно оставляем под водой 6-8 часов достаточно для насыщения влаги а процесс проращивания запускается дальше перед проращиванием дело в том что конечно на зерне большое количество посторонних микроорганизмов в части плесени поэтому необходимо это зерно дезинфицировать можно дезинфицировать самый простой способ это марганцовка заливаем марганцовку получается темно такой малиновый цвет через 20-30 минут он меняется на коричневый наш процесс закончился зерно откидываем на сито еще раз промываем и приступаем проращиваем что начинает собственно проращивание то есть в этом при этом процессе происходит частичный гидролиз крахмала внутри зерна продуцируется необходимые ферменты для гидролиза и гидролиз который проходит мы его дальнейшим используем для приготовления сусла зерно раскладывается на желательно перфорированную какую-то посуду проращивание в зависимости от температуры чем ниже температура тем медленнее процесс на более качественный солод получается ну а двух до пяти дней окончание проращивания определяется когда длина ростка достигнет ну примерно один-полтора длина зерна очень простой способ и самое главное появляется очень приятный запах свежих огурцов но это для лечменя а для других культура немножко другие ароматы по мере роста верхний слой наши нашего слоя высыхает а нижний слой начинает перегреваться поскольку зерно при проращивании выделяет тепло поэтому его необходимо промывать это также необходимо для предотвращения всевозможных заражений минимум два раза в сутки чем чаще тем лучше и перемешивать если при этом обламываются росточки пусть вас это не волнует нам нужно то что внутри зерна содержится ростки и корешки нам не очень нужны ферменты будут продолжаться сигнализироваться и будут продолжаться продолжать окончании проращивания мы повторно дефицируем солод опять перманганатом калия солод готов ходить двое-трое суток в холодильнике потом к сожалению плесневее можно измельчить мясорубкой или блендером лучше мясорубкой конечно предварительно подвяли в то есть выдержав на воздухе чтобы слегка подсохла а потом хранить некоторое время в морозилке качество солода при этом практически не изменяется если вы хотите идти дальше то есть получать сухой солод то его нам приходимо высушить до ферментативная активность при этом немножко снижается на 15-20 процентов процесс очень простой сначала мы опять подвяливаем для удаления лишней влаги которая расположена между зернами рассыпают на полотенце выдерживать примерно сутки затем сушат при температуре 40 градусов выше температура не рекомендуется потому что при этом происходит повреждение ферментов регулярно надо его ворошить хороший способ этого подогревать на теплых полах можно в мешочках оплатимых на батарее или по плотеносушителе можно обдувать тепловентилятором при минимальной температуре естественно сушку примерно двое суток после высушивания для стабилизации ферментной системы сухой солод выдержит примерно месяц после этого готов для приготовления сусла и так собственно приготовление сусла из солода ну прежде всего необходимо наш солод измельчить мясорубкой блендером чем угодно далее мы солод замешиваем горячей водой с температурой около 50 градусов и тщательно перемешиваем каждую порцию чтобы не образовывалось комков соотношение зерна от 1 3 с половиной до 1 4 если нагрев производится без использования пар генератора то есть оборудование которое подает пар следите за пригоранием возможно пригорание наше дальше на горе замес нагревается до 65 градусов и делается температурная пауза сосуд теплоизолируется можно одеялом накрыть и выдерживают в течение полутора-двух часов периодически надо его перемешивать чтобы предотвратить слеживание зерна на дне конец осахара как я говорил определяется по цвету йодные пробы далее зато охлаждают до температуры складки дрожжей и производится их посев можно ли приготовление сусло использовать и собственно готовый пивоваренный светлый солод он не очень дорогой если брать отечественные сорта брать надо именно светлый солод венский мюнхенский что-нибудь в этом роде можно порекомендовать курский солод неплохой солод и самое главное конкурентный по цене дальше начинаем готовить сусло для его приготовления солод который мы купили в магазине необходимо измельчить в принципе сама процедура не сильно отличается для зеленого солода за исключением измельчения солод пивоваренный измельчается в общем довольно просто он такой хрупкий похож на сухарик если вы раз грузите в зубах применяя так называемые зерновые мельницы специализированные для солода можно приобрести как самогонных магазинах так и в магазинах которые занимаются продажей оборудования для домашнего пивоварения вот они здесь все представлены на картинке какой из них лучше я не знаю я пользовался этими другими в общем-то ничего сложного в этом не солод содержит большое количество ферментов которые достаточно не только для получения сахаров из собственного крахмала но и для осахаривания муки или крахмала который добавляется в небольших количествах это позволяет экономить нам солод хотя само сусло получается такого же высокого как мы решили делать сусло с использованием не только крахмала солода но и некоторое количество зернового крахмала называется это на жаргоне не соложенка в засыпь помимо муки добавляется 25-30 процентов измельченного солода приготовление сусла совершенно не отличается от описано ранее дозировку воды в зависит от общего объема засыпи температуры те же самые и опять в конце будет у нас с вами йодная проба ну помимо непосредственно нагрева нашего сусла при приготовлении при его приготовлении при гидролизе можно применять электроплитки сейчас появились очень совершенные очень рекомендую индукционные плиты они экономичны легко регулируются но однако в этом случае трудно избежать пригорания поэтому очень часто делают так называемые конструкции с парогенераторами то есть внутрь аппарата мы подаем подогретый пар который делается в отдельной емкости парогенераторе пар продается вот через такой своеобразных на нижних снимках указаны своеобразные такие барбатеры то есть это обычная изогнутая трубка в которой с помощью шлифмашинки вырезаются тонкие полоски полоски опускаются отверстиями вниз это конечно усложняет приготовление сусла но с другой стороны мы можем совершенно избежать пригорание наконец напоследок я вам расскажу забавный способ называется он холодное сахаре то есть это приготовление сусла совершенно без повышенных температур с помощью только с помощью ферментных препаратов на солоде этот номер не пройдет если вы посмотрите на график который я приводил выше получишь ферменты работают и при других температурах отличных от оптимальной конечно гидрозе не идет не так быстро но тем не менее он идет способ заключается в том что мы сразу растворяем наш крахмал или муку в воде и сразу добавляем расчетную дозу фермента какое преимущество способа ну во-первых отсутствует нагрев сырья это довольно сложно возможно пригорание кроме того ваша емкость без конца охлаждается вам необходимо еще подыграть следить за температурой очень сложно вот дрожжи не подвергается стрессу который они испытывают когда попадают в очень богатую среду углеводами им это не очень нравится а потребление питательных веществ и не идет помимо по мере гидролиза кстати эта технология очень близко к технологии приготовления саке отсутствует выраженная стадия главное брожение главное брожение это такая стадия при которой образуется основное количество спирта и выделяется большое количество тепла брашка сильно пенится здесь поскольку мы развитие дрожжей сдерживаем путем вот скоростью гидролиза ферментами препаратами такой вот выраженной стадии нет сожалению при этом способе если недостатки во первых помышленные требования к помолу зерна лучше всего перерабатывать чистый крахмал или муку заката за качество которых вы отличаете немножко увеличивается время брожения но для домашнего винокурения это не очень важно да ну сутки лишнее добавится что вам они ничего не дают а коагуляции белка который происходит при нагреве термической обработки нашего сусла образуется такой слой белого осадка это белок он легко замучивается снять с него с осадка практически невозможно к сожалению возможно заражение посторонней микрофлоры на ранних стадиях когда спирта еще маловато поэтому вносит сусло антибиотики нейтральные по отношению грибкам но посмотрите в инструкциях вы найдете подходящий антибиотик антибиотик это белок он не пойдет ваш последующий перегон поэтому можно этого не бояться но здесь собственно говоря описано сама процедура приготовления сусла почитайте а вот тут кстати приведен и антибиотика который я использовал лично возможно и другие это не обязательно процесс идет время сбражу несколько выше чем по традиционной технологии но собственно качество потом отгона получается примерно такой же за развитие этого способа мы должны благодарить к сожалению рано ушедшего из жизни нашего коллеги по сайту он дистиллер точка ру литокса спасибо ему способ простой и позволяет избежать многих трудностей можно попробовать его для того как вы начнете делать сусло на основе солода ну собственно все что я хотел вам сказать в этой стадии приготовления сусла дальше мы начнем рассматривать брожение сожалению клип получился такой длинноватый но я постарался хотя бы кратко осветить все способы приготовления сусла для дрожжей и все варианты приготовления потом из него напитков разницы вряд ли вы почувствуете но тем не менее те люди которые обладают тонкими органическими способностями эту разницу отличают они отличают сахарную барашку от яблочный или солодовый на основе муки и так далее ну каждому свое самая простая короткая часть нашего повествования сбраживать ничего сложного в этом нет ошибки там если есть то при достаточной дозе дрожжей у вас всегда барашка выйдет нормального качества оборудование для сбраживания это любые емкости от 3-5 литров до 20-30 литров некоторые сбраживают даже в 200 литровых бочках здесь на всех картинках показано наличие гидрозатвора гидрозатвор не обязателен принципе если вы не собираетесь чтобы ваша брашка бродила месяцами как бродит вино то конечно нельзя допускать попадание внутрь емкости воздуха это может произойти например при изменении температуры в помещении когда объем уменьшается и активное выделение углекислоты уменьшается и засасывается воздух возможно закисание поэтому в этих случаях конечно обязательно что касается наших спиртовых брожек то гидрозатвор не обязательно но он очень удобен вы можете смотреть стадию брожения активные пузырьки значит дрожжи бродят особенно это важно в начале сбраживания когда никогда точно неизвестно активность дрожжей может они не броют может они бракованы и так далее пузырьки пошли все все нормально то же самое окончание брожения но обычно считают от трех до пяти бульков в минуту это значит что ваша брашка сбродила полностью прекращение co2 не он не произойдет дальше ну самый простой способ это трубка и банка с водой куда эта трубка опущена все остальные способ ну не очень хорошие мнение не нравится дальше рекомендую заполнение не более 75 80 процентов от емкости почему потому что на стадии главного брожения то есть в начале брожения активно происходит пенение брожки объем увеличивается и возможен переброс пены который разольется у вас на кухне на столе и тогда здесь показано вспомогательная обороны совершенно не обязательно ну во первых это аквариум компрессор с керамическим распылителем он нужен на начальной стадии брожения вы его опускаете насыщаете брожку кислородом это разбраживает дрожжи и скорее начинается собственно брожение и защита нашей брожки от построения микрофлора нагреватель нагреватель аквариумный с терморегулированием если вы хотите сделать оптимальную температуру выставляете 30 градусов естественно нагреватель выбирается под определенный объем и температура держится в тех пределах которые вы установили но это важно когда если у вас собственно ваша емкость для сбраживания стоит например на улице внешний термометр ну честно говоря покупал такие почему-то не показывает у меня может быть просроченных может старые не знаю но в принципе термометр наверно нужен ну и наконец сифон для перекачки сустава как правило винокуры стараются снять брожку с осадка конечно при этом приходят происходит потери но уменьшается пригорание дальше мы убираем оттуда вот эту вредную часть осадка который разлагается при кипячении ничего ароматизирующего не добавляет сейчас очень другие используются все дрожжи не хорошо хранятся как я уже говорил а самое интересное что сейчас появились масса дрожжей которые специализированы под различные виды сусла например дрожжи кальвадос дрожжи для виноградных вин красных и белых дрожжи для фруктовых брожек и так далее трудно сказать как насколько они отличаются по активности ну я пробовал дружи кальвадосный на упаковке было написано что дозировка 0 3 грамма на литр сусла я удивился пришлось даже заходить на сайт производителя и там написано то же самое попробовали бродит особых замечаний у меня не было измениться с обычными дрожжами дрожжи желательно разбродить сухие особенно для этого берут берутся дрожжи вода температура 35 градусов ровным слоем дрожжи рассыпаются по поверхности через некоторое время видны очаги намокания надо аккуратно все размешать хорошо ну в идеале надо дождаться появления пены но можно этой пены и не ждать пена такая характерная значит разбраживание мало того что дает вам возможность сразу завести брожение это первое и второе убедиться что ваши друзья живы здесь описано собственно говоря разбраживание прессованные дрожжи их размалывают помещают воду здесь написано 25-30 принципе можно 35 при 35 градусах дрожжи наиболее активны после растворения кусочка смесь перемешивают появляя дожидаясь появление характерной пены можно выносить сусла для прессованные дрожжей вообще разбраживание особенно полезно потому что возможно что при хранении например морозилки они все умерли и живых там нет здесь вы убедитесь что они все живые хорошо бродят и так далее при брожении различают несколько стадий ну во первых разбраживание после внесения дрожжей даже если их разбраживаем все равно час-полтора особых примет активного брожения не видно то есть нет характерные пены не выделяются пузырьки это нормально дрожжи привыкают богатой питательными веществами среде она настраивается меня отстроить свою ферментную систему и так далее главное брожение это сбраживание основных легкодоступных сахаров сусла сопровождаясь активным пенением выделение газа брожения раз разогревом возможен даже ее переброс пены сдержать можно понижением температуры на первых стадиях длительность ну примерно в сутки иногда ночь дальше идет дображивание постепенно брожение затихает пена на поверхности прореживается образуется заметное дрожжевое осадок длительность одну до трех суток зависит от концентрации и активности дрожжей признаки окончания брожения когда можно передавать нашу бурашку на перегонку это как я говорил 35 пузырьков в минуту в гидрозатворе и образование осадка должен сказать что дожидаться когда пузырьки вообще перестанут идти не стоит при понижении давления жидкость уменьшается и засасывает наружный воздух что может привести к ее инфицированию поэтому доводить до этого не надо следующий вопрос можно ли хранить брожку можно достаточно снять ее с осадка ну желательно два раза при этом при снятии с осадка сусло брожка переливается через воздух то есть трубка которую вы отсасываете готовую брожку должна соприкасаться с воздухом после двух снятия изображения брожка осветляется совсем светлая становится прозрачная и хранить ее можно очень долго независимо от того какая температура снаружи я хранил около двух трех месяцев вот подготовлен таким образом брожку в помещении лабораторию на солнечная сторона там температура обычные летом бывает до 35 градусов ничего башки не сделалось наконец последнее много вопросов вызывает собственно определение крепости брожки ну это нужно для подсчета вашего экономического коэффициента ну и просто интересно если вы опустите ориометр туда вы можете увидеть что на ориометр или на сахаромере стоит цифра 0 то есть получается что у вас просто чистый дистиллированная вода на самом деле не так в чем дело дело в том что и рефрактометр и ориометр и пикнометр все ориентированы на плотность жидкости и зависит от плотности там есть специальные таблицы по ним рассчитывать содержание спирта или сахара у вас вот бродившей брожки есть продукты метаболизма самих дрожжей вещества которые не не были потреблены дрожжами у них плотность как правило больше единицы дальше есть у вас спирт спирта плотность меньше единиц таким образом у вас получается такая вот смесь ну наиболее простой способ это перегнать берется струм или 100 или 200 миллилитров брожки перегоняется примерно две трети вот прибор здесь изображен на картинке затем дистиллированной водой доводится до первоначального объема охлаждаются до 20 градусов и затем в этой жидкости измеряется крепость то же самое с содержанием остаточных сахаров вы кубовый остаток опять охлаждайте до 20 градусов доводите до первоначального объема то есть 100 миллилитров и там измерять содержание сахаров при 20 градусов цельсия вообще должны иметь ввиду что все оборудование предназначено для измерения но ориентировано именно на 20 градусов цельсия итак наша брашка отбродила она готова образовался осадок co2 практически перестала выделяться пены отсутствует надо перегонять ну как я говорил уже раньше в принципе можно некоторое время и хранить если снять с осадка но это делать нежелательно прежде всего многие рекомендуют снимать с осадка таким образом мы несколько уменьшаем выход но в данной ситуации в домашних технологиях это выход не очень важен можно сказать совсем не важен стадия перегонки может как исправить продукт так его окончательно испортить испортить кроме того это очень опасная стадия в плане безопасности почитайте интернет там масса случаев в том числе со смертельным исходом когда колонны взрывались и от ожогов люди умирали поэтому надо быть очень осторожны попробуем разобраться в такой очень упрощенной форме что же такой перегон ну вот видите у меня здесь нарисованы большие молекулы ну будем считать что это вода и маленькие молекулы этот спирт их размер показывает не столько размер молекулы сколько внутренней энергии который можно охарактеризовать температуры кипения чем ниже температура кипения тем больше энергии молекул и так пока молекула находится внутри жидкости на нее действует силы направлены со всех сторон и молекул в общем случае может даже оставаться на одном и том же месте но стоит этой молекуле подойти к поверхности раздела фаз видите у нас одна из сил затягивает внутрь дело в том что в газовой фазе очень велика дистанция побега свободного пробега молекулы и эту молекулу как бы затягивает вовнутрь это явление называется сила поверхностного натяжения таким образом чтобы ее преодолеть вот эту силу поверхностного натяжения энергия молекулы должна быть больше чем вот это затягивающая сила а поскольку мы знаем что спирт кипит при более низкой температуре чем вода значит у него и энергия больше значит и молекулы спирта легче покидает эту поверхность раздела фаз преодолевая силу поверхностного натяжения и концентрация молекул спирта в газовой фазе будет больше конечно часть молекул возвращается обратно но этот процесс затруднен тем что в газовой фазе опять свободный пробег молекул намного меньше поэтому концентрация спирта в газовой фазе всегда выше чем концентрация в жидкости при этом не надо думать что в газовой фазе просто чистый этанол нет там есть смесь и этанола и воды формальные форме эти соображения были сформулированы русским химиком дмитрий ивановичем коновалом пары над жидкостью обогащается тем компонентом прибавление которого к раствору понижает температуру кипения это не совсем точная формулировка но она упрощена таким образом если мы прибавляем к раствору компонент который понижает температуру кипения а спирт понижает температуру кипения то пары над жидкостью обогащать именно этим компонентом если построить график зависит температуру кипения смеси от содержания спирта, мы увидим, что там существует определенный минимум в районе 97-17%. То есть до этого предела прибавления к спирту, к раствору, понижают температуру кипения, это хорошо видно на графике, а вот после нее наоборот повышают. Таким образом формально вести перегонку мы можем только до этой величины. Величина 97-17% называется точкой азиотропии. То есть в этой точке смесь испаряется без изменения состава. Теперь поговорим о примесях. То, о чем я раньше рассказывал, относится к так называемым бинарным смесям, то есть смеси, состоящие из двух чистых веществ, чистая вода и чистый спирт. К сожалению, наша брашка содержит огромное количество примесей, ну, по разным источникам от 70 до 150 примесей различных. Понятно, что для каждой примеси отделять ее, это очень сложно. Тем более, как я уже говорил, все примеси гонятся одновременно. Вопрос только в количестве. Да, ну, условно поделили все примеси на такие четыре большие группы. Вот, чтобы было более наглядно, ввели так называемый коэффициент ректификации. Или, насколько эта примесь легче испаряется, чем этиловый спирт. Здесь вот видите, единица, единица, когда выше единицы, значит, примеси испаряются быстрее, когда ниже, поумедленнее. Ну, самые простые, я думаю, многим известно, это так называемые головные примеси спирта. Это в основном эдлигиды, эфиры и так далее. Называют их объединенным таким термином эфироэдлигидные фракции. Как видим, при любых концентрациях спирта, эти примеси более летучие. И они отходят в первую очередь при перегонке. Температура кипения у них маленькая, как вы видите. И, соответственно, так называемый отбор голов, это как раз отбор вот этих примесей. Следующий вид примесей – хвостовые. Хвостовые примеси всегда менее летучие, чем спирт. Видите, это в правой стороне картинки. Он в первую очередь относится к фурфуролу. У него, да, высокая температура кипения. Но, надо сказать, что даже при такой разнице температуры кипения, все равно, если мы отберем анализ того же тела или головной фракции, хвостовой фракции, мы всегда обнаружим там небольшое количество фурфурола. Потому что вероятность того, что он будет тоже выходить, тоже не нулевая. Следующий вид примесей – это промежуточные примеси. Ну, в народе их называют сивушными, сивухой. Они при высоких концентрациях спирта, они относятся к хвостовым примесям. Видите? При низких концентрациях спирта, они начинают приобретать характер головных. То есть, они начинают обогащать наш отгон своими компонентами. Обратите внимание, что ряд компонентов, видите, температура кипения намного выше, чем у спирта. Ну, например, уксено-изомиловый спирт, 142 градуса у него температура кипения. Почему так происходит? Ну, трудно сказать. Дело в том, что, как я говорил, брашка – очень сложная смесь, химическая. Примеси могут взаимодействовать друг с другом. Они могут переходить из одного состояния в другое, образовывать смеси азиатропные и так далее. Если вы обратите внимание, то при 40% все примеси становятся головными. То есть, если мы начинаем отгонять наш спирт ниже, чем 40%, а он у нас при периодической отгонке все время меняется, то получится, что наш отгон будет сильно обогащен этими примесями. Концентрация промежуточных примесей, да и вообще всех примесей, очень невелика. Ну, считается, что где-то от 0 до 1% от общего количества абсолютного спирта. Но, как говорится в народе, мал колоб да вонюч. Он так обезображивает нашу брашку, что пить ее невозможно становится. Это получается плохой самогон. При концентрациях выше 40% они приобретают характер хвостовых и преспокойно остаются внутри сосуда. Поэтому, чтобы наш отгон был чище, обычно останавливают перегонку при концентрации спирта в потоке. Да, порядка 55-60 градусов. Потом я объясню, что можно делать с этими примесями. Поскольку при такой подходе мы примерно половину спирта спустим в канализацию. Ну, и, конечно, концевые примеси. Это, в первую очередь, метанол. У него характер обратный. При высоких концентрациях спирта он является головной примесью. При низких концентрациях – хвостовой. Видите, график ниже единицы. То есть, при низкой концентрации спирта он так и остается в кубе. А при высоких концентрациях он гонится вместе с головными фракциями. Поэтому, когда говорят, что в первую очередь выходит метанол, они правы. Хотя метанол не относится к головным примесям. Теперь рассмотрим, какое лабораторное оборудование вам необходимо. Без ориометра для измерения спирта, спиртомер он называется, ваше занятие будет совершенно бесполезным. Они, в принципе, недорогие. Вместе с ним необходимо покупать и мерный цилиндр, примерно на 100 миллилитров. Вы не сможете разбавлять ваш спирт. Вы не сможете останавливать вашу перегонку без ориометра. Наши китайские братья думают о нас. И сейчас в продажу поступили портативные рефрактометры для определения концентрации этанола со встроенной компенсацией температуры. Должен сказать, что и ориометр, и рефрактометр, они измеряют не концентрацию спирта, они измеряют плотность. А плотность очень зависит от температуры. В этом случае с ориометром вам обязательно нужен термометр. Есть два варианта. Первый вариант – это охладить или нагреть ваш отгон до 20 градусов и измерить. Второй вариант – обычно к ориометрам прилагают таблицы, они есть в интернете. И вы делаете корректировку на текущую температуру. Значит, портативный рефрактометр китайский, он встроенный в компенсацию температуры. Я проверял их, вроде показывают нормально. Хотя это и Китайская Народная Республика. Ну, чтобы контролировать процесс перегонки, конечно, вам нужны термометры. Самый удобный – это цифровые. Они точно показаны, десятые доли, с ними легко пользоваться. Они не бьются. Несколько хуже – это стрелочные. Ну, откровенно говоря, показывают иногда непонятные цифры. Ну, а жидкостные – они достаточно точные, но легко бьются. Так что выбирайте сами. Должен сказать, что неверно убеждение в том, что если вы будете держать на выходе из вашего куба температуру, например, 73 градуса, то у вас пойдет чистый спирт подьется. Ваша брашка закипит при температуре, ну, зависит от концентрации, сколько у вас там спирта накопилось. Ну, где-то около 85 и больше градусов. То есть, если вы установите холодильник на 70 градусов, на 73 градуса, то у вас вода не закипит. На этом слайде представлены устройства для определения крепости дистиллята в режиме онлайн. Ну, называется он очень странно, попугай. Я не знаю происхождение этого термона, честно говоря, пород по-английски. Это просто трубка, в которой вытекает наш дистиллят. Другую трубку вставлен ориометр, и он вам в реальном времени показывает крепость. Естественно, что температуру... Надо делать поправку на температуру, но, как правило, никто не делает, всем достаточно этого. Этот прибор широко используется как винокурами, так и профессиональными винокурами, когда речь идет, допустим, о перегонке виски. Очень удобные... Тут масса конструкций, очень удобная вещь. Легко осваивается и позволяет вам все время контролировать крепость вашего отгона. Теперь перейдем к описанию аппаратов для перегонки. Это вот на этом слайде указана так называемая простая перегонка. Но среди винокуров это называется прямогонный аппарат. У нас есть перегонный куб. Почему куб, не знаю. Он вообще-то круглый. Но, видимо, так вот повелось. Да? Значит, туда подводится тепло тем или иным способом. Либо подается с помощью какого-то нагревательного устройства, типа плитки. Да? Либо вводится спираль греющая, тены. Ну, еще вариант подогрев от внешнего источника, кстати, очень удобный. То есть, подогрев с помощью парогенератора. Где-то отдельно генерируется пар. Достаточно высокой температуры. И непосредственно впрыскивается в сосуд. Все тепло, которое было в паре, оно передается нашей брашке. Очень удобно. Не пригорает. Ну, и так далее. Давайте разберемся, собственно, что нужно для перегонки. Ну, мы говорили, да, что сильно зависит от энергии молекул. Как мы можем повысить энергию молекул? Собственно, это явление называется тепловое движение молекул. Ну, в быту называют бронховское движение. Это не совсем верно, но тепловое движение более правильный термин. Значит, из самого смысла этого слова следует, что мы энергию молекул можем повысить, нагревая нашу жидкость. Ну, греть мы, чем дальше, чем выше температура, тем больше энергии мы придаем. Они быстрее движутся, легче покидают вот ту самую поверхность раздела фаз, преодолевают силу поверхностного натяжения. Ну, предел, до которого мы можем нагревать, это температура кипения. Значит, в идеале мы должны нагреть нашу жидкость до температуры кипения. Дальше. Второй фактор. Поверстность контакта фаз. Ну, для нас понятно, что если мы выемем наш спирт в таз, неглубокий, да, то примерно через день все испарится, будет сухо. Если мы поставим наш спирт в бутылку с узким горлышком, то такой спирт может стоять годами. У меня был случай, когда я оставил случайно бутылку водки, открытую, на даче. Значит, она там простояла всю зиму. Весной я приехал, смотрел, открытая бутылка, решил попробовать. Ну, водка как водка. То есть, само испарение шло очень медленно, потому что поверхность испарения была очень маленькая. Как мы можем увеличить поверхность испарения? Делать такие вот плоские, широкие сосудные смешно. Он у нас в кухню не влезет. А оказывается, при температуре кипения наша жидкость приобретает особые свойства. То есть, появляются пузырьки перегретого пара, куда идет испарение непосредственно из толщей жидкости. Потом эти пузырьки поднимаются наверх и испаряются. Таким образом, поверхность нагрева получается максимальной. Значит, главные наши условия для того, чтобы процесс шел быстро, часами, а не неделями. Надо нам нагреть нашу жидкость, нашу брашку до температуры кипения. Ну, а теперь вернемся, собственно, к конструкции. Это обычный аппарат. Ну, самый простой, с которого многие раньше начинали, когда еще не было. Такого количества фирм, которые специализируются на производстве перегонных аппаратов. Это была скороварка, да? Почти готовый аппарат. Заливали брашку, грели тем или иным способом. Обязательно условие наличия предохранительного клапана. Потому что случаи взрыва сосуда довольно часто. Дальше пар поступал в трубку паропроводную и поступал, в конечном итоге, в холодильник. Ну, помните фильм «Самогонщик»? Змеевик там был. И уже в сконденсированном виде поступал в приемную емкость. Номер 8 у нас. Собственно, вот вся установка. Самая простая. Она позволяет быстро все перегнать. Ну, сюда бы я в эту конструкцию добавил еще, конечно, попугай. Как в предыдущем слайне. Ну, вот, собственно, конструкция, о которых я только что говорил. Это аппараты прямой перегонки, с которых многие начинали. Вот тут разные комбинации с скороварками. Быстро переделывается, собственно говоря. Нужен вам только холодильник. Холодильник можно приобрести в магазине, где торгуют лабораторным оборудованием. Шариковые холодильники, прямые холодильники и так далее. Стеклянные устройства для перегонки. Я вам скажу, что не очень удобно, потому что со стеклом надо уметь работать. Оно легко бьется, трескается. Особенно это касается шлифованного стекла. Надо уметь. Вот на нижнем среднем слайде, видите, показана конструкция с периодической заменой воды. То есть, когда змеевик ваш работает, охлаждает, выливается конденсат. Когда вы суете палец, вода нагрелась. Надо ее слить и налить новую холодную воду. Кстати говоря, такой примитивный конструкция ламбиков как раз применялась при перегонке коньяка. Ну, пар, который поднимается, он помимо пары, там же кипение у нас происходит. Мы знаем, что кипящая жидкость, она сильно брызгает. Часть брызг попадает в нашу паропроводную трубку. Паропроводную трубку и загрязняет наш дистиллят, собственно, непосредственно брашкой. Это не очень хорошо. Появляется так называемый дрожжевой привкус. Поэтому, ну, в лабораторной технике называется склянка дрекселя для сушения газов. Она имеет разные конструкции, вот такие. Ну, у нас называют это сухопарниками. Это тоже официальный термин. То есть, сначала пары поступают в отдельную емкость и внизу скапливается такая неприятная пахнущая жидкость. Собственно, вот это брызги нашей брашки. А пар уходит чистым. Вот тут указаны эти конструкции. Трудно сказать, насколько необходима эта конструкция. Некоторым нравится. Ставят не по одной склянке, да, а ставят по 4, по 5. Но это уже излишки, потому что каждая склянка у вас является источником негерметичности. Особенно с учетом качества наших крышек. Это уже более сложная конструкция. Это не прямая перегонка. Это перегонка с дефлегмацией так называемой. На что такое дефлегмация? Открыл она была то ли в 14, то ли в 15 веке. Был такой алхимик Альберт Великий. Он открыл, что если часть паров, которые возгоняются в наш холодильник, возвращать обратно в сконденсированном виде, то сам перегон получается более чистым, более крепким. За счет чего это происходит? Ну, если мы часть паров конденсируем, при перегонке в первую очередь у нас в газовую фазу выделяется спирт, то при обратном процессе в первую очередь конденсируется вода. Таким образом происходит укрепление паров. Причем достаточно серьезно. 8-10% при определенной ловкости. Вот. Явление это назвали дефлегмацией. А жидкость, которая стекает обратно в куб, назвали флегмой. Флегма – это грязь-слизь по-гречески. Ну, собственно говоря, они очень точно охарактеризовали этот процесс. То есть, сам перегон получался более благородный. Единственный, значит, момент, что раз мы часть жидкости, часть паров конденсируем и возвращаем обратно, то у нас уменьшается производительность. То есть, тут надо находить никаких расчетов на этот счет не существует. Ну, в учебниках так тонко сказано, знаете, по экономическим соображениям. Что за экономическое соображение, не очень понятно. Ну, вы должны иметь в виду, чем больше паров вы охлаждаете, возвращаете в сосуд, тем меньше у вас паров поступает, собственно, на дистилляцию. Зато у вас более чистый, более крепкий дистиллят получается. И, собственно говоря, большинство после соковарок приходят к конструкции с дефлегматорами. Какие бывают дефлегматоры? Ну, классический дефлегматор – это дефлегматор в воздушном охлаждении. Вот он показан на верхнем левом снимке. Это классический аламбик шарманского типа. Значит, в верхней части, видите, такое расширение в виде луковицы, называется мавританский колпак. Сделана вся конструкция из меди. Медь имеет очень высокую теплопроводность, уступает только серебру. По теплопроводности, она контактирует с окружающим воздухом, и там происходит, собственно говоря, конденсация или дефлегмация. Часть паров возвращается обратно в сосуд, а часть, которая не сконденсировалась, поступает в паропроводную трубку. Ну, вот ниже, тоже в левой стороне, указаны, показаны лабораторные дефлегматоры, тоже воздушного охлаждения. Там определенные выемки, игольчатые называются дефлегматоры. Выемки, которые сделаны раскаленной иглой, которые увеличивают поверхность контакта вот этого восходящих паров и нисходящий конденсата, они между собой контактируют. Тоже идет укрепление, удобная штука, но, как в любом случае, работать со стеклом это сложно. Ну, и, наконец, вот на нижнем правом снимке показан дефлегматор водяного охлаждения. То есть, у нас туда поступает вода, мы подкручиваем, откручиваем кран, чтобы у нас поток конденсата, чтобы не перекрыть его совсем. И устанавливаем такую температуру, которая позволяет нам получать нормальный чистый спирт. На этих слайдах представлен внешний вид дефлегматоров с водяным охлаждением. Безусловно, они удобнее, чем воздушное охлаждение. Они позволяют перегонять на высокой тепловой энергии, позволяют регулировать ваш поток, но связано с потреблением воды. Если у вас стоит счетчик, то готовьтесь к тому, что там будут более высокие цифры. С левой стороны представлен дефлегматор полной конденсации, то есть, происходит полная конденсация паров, которые восходят. Часть сконденсированной жидкости возвращается в перегонный куб на питание колонны. Часть охлаждается и представляет собой дистиллент. С правой стороны у нас также дефлегматор с водяным охлаждением. Это самодельный дефлегматор. Сделан из медных частей, медных трубопроводов, которые продаются на рынках. При определенном навыке делается очень просто. И, в общем, не очень дорого. А вот здесь показано, собственно, традиционный способ перегонки солодовой брашки. Это иметь в виду виски. Значит, созревшая брашка, она имеет крепость от 5 до 9%. Вот. Мы начинаем первый погон. Первый погон ведется традиционно до полного исчерпания спирта в перегонном кубе. Ну, на самом деле, я вам скажу, что примерно до 30-25% крепости в потоке, да, в онлайне. Перегоняется достаточно быстро. А вот дальше процесс затягивается очень надолго. То есть, мы тело отбираем, там, допустим, за полчаса, а добираем вот до того самого нуля, ну, часами. Но зато у нас не теряется нисколько спирта. Он весь уходит в так называемое слабоградусное вино. Можно ставить попугай, то есть, смотреть, когда ноль там появится на ориометре. А можно определять по крепости в приемной емкости. Ну, обычная крепость это от, ну, скажем, от 21 до 30% крепости. Это составляет примерно 40% объема от объема исходной брашки. Дальше мы начинаем второй погон. Это уже как бы правильный, правильный способ. Ну, в первую очередь отбирается головная часть, головы. Да, вот те самые головные фракции, которые всегда более летучи, чем спирт. При любых его концентрациях. Ну, расчет я вам покажу попозже, как считается. Дальше начинается отбор, собственно, товарной части. Это средняя часть погона. Называется тело иногда, сердце. Французы вообще придумывают красивые такие названия. Отбирают, ну, примерно до... Все по-разному, да. Такой единого стандарта нет. Ну, я остановлю при 50-50% в струе. При этом сам отгон получается где-то крепостью 70%. Надо учитывать, что вначале идет крепкий спирт, там, за 80%, если речь идет об аппарате с дефлегмацией. Вот. Потом снижается на 50%. Мы остановимся, средняя, что получилось, 70%. Дальше мы начинаем отбирать хвостовую часть погона до крепости в струе 0%. Значит, для чего это делается? Если мы головную, хвостовую часть погона и головную спускаем в канализацию, то примерно половина спирта у нас уходит в каналью. Это нехорошо. Экономик должен быть экономным. Поэтому сами традиционные винокуры, они придумали, что хвостовая и головная часть кольцуется. Ну, сразу возникают такие вот возражения, мол, а как же так? Ведь происходит концентрация хвостовых и головных частей в погоне. Да ничего не происходит. Там их всего один процент. Естественно, в средней части погона вы тоже найдете следы хвостовых, фракций, головных. То есть расход их идет и никакого накопления не происходит. Но есть рекомендации, что делать это надо не более пяти раз. В этом случае ваш экономический коэффициент будет высокий. Средняя часть погона идет у нас на приготовление напитка. Можно еще раз перегнать по той же схеме, опять отобрать головы, хвосты и вернуть их во второй перегон, во второй десятилет. больше трех раз как правило не делают. На этом слайде показано, каким образом нужно отбирать голову. Обычная рекомендация от 7 до 10% от объема спирта в кубе. Абсолютного спирта замечу. можно отбирать по температуре, но неизвестно, что показывает собственно говоря ваш термометр, правильно ли он установлен и так далее. Такой сложный технический прием. Здесь показано, как рассчитывается. В спирте с РЦ, то есть в слабоградусном, крепость 45%. Абсолютного спирта 12 литров умножаем на 0,45, 5,4 литра. Соответственно, отобрать нужно пол-литра голов. Соответственно, емкость нужна приемная, 0,7,1 литра. Отбор тела прекращает обычном при крепости 45-55%. Некоторые догоняют даже до 6-ти более чистый спирт, но затягивается очень перегонкой. А хвостовых фракций, ну вот, я говорил, что очень затягивается. До нуля очень сложно. Но в конце концов, мы домашние винокуры, что нам от экономики особенно, когда речь особенно идет о сахарных брашках и вообще копеечных. Ну, поэтому гонят до крепости в струя 5-10%. И соответственно кольцуется спирт-царец. Теперь попробуем разобраться, что такое рептификация. По-латыни ректо это прямой и простой. То есть это разделение жидкости на простые вещества. Где-то на грани 18-19 века обычная перегонка дошла до своего предела. То есть ну вот на картинке видите представлена такая комбинация из трех перегонных аппаратов. Понятно, что такая конструкция занимала много места, много металла и так далее. Начали придумывать различные комбинации перегонных аппаратов и в конце концов додумались а что перегонные аппараты поставить друг на друга. Таким образом экономится место, экономится материалы и так далее. Ну такие колонны колонны, потому что стояла вертикально снабжались различными устройствами для контакта пара и жидкости. Ну вот здесь представлена наиболее распространенная так называемая колпачковая тарелка в нижнем углу. Пар, проходя снизу, пробулькивал через колпачок, через жидкость, при этом пар насыщался парами спирта, а жидкость наоборот концентрация спирта в них снижалась. Лишняя жидкость через специальные переливные устройства скрывалась на нижнюю тарелку. Тарелка ну назвали потому что было реально похоже на тарелку. Таким образом можно было сделать и 10 и 15 и 20 контактных устройств тарелок на каждый из которых ремитировал один из перегонных аппаратов. Если в промышленном производстве собственно говоря у нас вот такие тарелечные колонны получили более широкое распространение то в домашнем виноделии и производстве спиртных дистиллированных напитков большее распространение получили колонны так называемые насадочные. То есть сами тарелки они не очень удобны. Их сложно разбирать сложно изготавливать особенно в домашних условиях. Дальше между ними должно быть большое расстояние потому что брошка иногда пенится. Поэтому родились так называемые насадочные колонны. То есть внутрь трубки колонны помещались насадочные тела как раз на которых и происходило контакт жидкости и восходящих паров. Вот здесь на картинке представлена такая колонна. В нижней части то есть перегонном кубе заливается спирт-церец. Почему спирт-церец? Дело в том что брошка вообще имеет способность совершенно непредсказуемо пенится. В том числе одна и та же партия брошки перегоняем вдруг неожиданно начинает пениться получается так называемый переброс. Если у вас сверху расположены насадочные тела то отмыть их потом будет очень сложно. Поэтому мы первый раз перегоняем получаем спирт-церец обычной перегонкой на максимальной скорости стараясь отжать весь спирт который был в брошке а затем перегоняем уже на реквизионной колонне спирт-церец уже не пенится и так в нижней части расположен спирт-церец он тем или иным способом нагревается до кипения и пары начинает подниматься поднимаясь вверх они контактируют с нисходящим потоком жидкости от которой образуется при помощи собственно говоря дефлегматора ну здесь дефлегматор водяной может дефлегматор быть воздушным охлаждением но он очень малоэффективен может быть в качестве дефлегматора используется холодильник стеклянный крупочковый и так далее при этом жидкость объединяется освобождается от спирта пары наоборот происходит обогащение паров спирта оставшийся пар поступает в холодильник и образует дистиллят в качестве насадки используют самые разные вещи но самое простое с которой многие бинокуры начинали это металлические мочалки для мойки посуды важно только следить чтобы эти мочалки не ржавели потому что несмотря на надписи которые там бывают очень часто они начинают ржаветь используют также круглые шарики даже бисер и так далее главное зачем надо следить при производстве собственно при создании такой колонны это давление дело в том что вот такие насадки образуют значительное гидравлическое сопротивление восходящему потоку попробуйте продуть легкими если колонна продувается с большим трудом имейте ввиду внутри перегонного куба повышенное давление со временем вы начнете приобретать другие насадки здесь представлен наиболее широко распространенное и по мнению ученых достаточно эффективно это спирально призматическая насадка кусочки проволоки нержавеющей которые намотаны на трубочку такими телами заполняется собственно говоря наша колонна что надо еще помнить учитывая что в колонне в перегонном кубе создается значительное давление возможно возможно прорыв спиртовых паров через неплотности в кубе в чем проблема дело в том что ну как мы знаем мурашка кипит при температуре примерно около 88 90 градусов при повышенном давлении температура кипения естественно тоже повышаются чем больше давление тем больше температуры кипения если происходит разгармитизация либо прокладку пробивает либо мы сами зачем-то открываем перегонный куб давление резко снижается до атмосферного и вся брага которая была она превращается в пар то есть мгновенно закипает этот пар вырывается наружу и в случае появления источников нагрева электричества или газ ну и так далее случайная искра происходит объемный взрыв уже есть смертные случаи поэтому изготавливая колонну не надо делать ее трехметровой высоты и с большим давлением зачем вам это нужно зачем вам вообще чистый спирт купите его бронсалов что ли то есть об этом надо о условиях безопасности надо думать все время как я уже говорил для того чтобы колонна работала должен быть в ней одновременно и пар и жидкость если жидкость отсутствует которая опускается вниз и возвращается в перегонный куб то такая колонна превращается просто в железяку с другой стороны если поток пара очень интенсивен то жидкость запирается этим потоком и происходит так называемое захлебывание колонны то есть в верхней части начинает скапливаться жидкость которая поступает с дефлегматора и перегонка прекращается эта жидкость начинает проскакивать в холодильник в общем происходит так называемый захлеб колонны собственно дефлегмация может быть два по двум схемам в одном случае пар частично конденсируется а частично проходит в холодильник это вот левая схема схема довольно простая более того она может работать в автономии вы ее отстраиваете и дальше собственно говоря процесс перегонки продолжается по второй схеме это очень часто реализуется в покупных колоннах пар восходящий кверху полностью конденсируется сто процентов часть жидкости которая образовалась при конденсации возвращается в куб на питание колонны есть такой термин а часть собственно говоря поступает уже в приемную емкость схема немного более сложная сложнее немножко реализовывать кроме того есть возможность так называемая погасить колонну то есть слишком холодная жидкость которая поступает вниз она может прекратить кипение и перегонка прекратиться теперь попробуем отразить основные критерии которые следует учитывать при выборе покупных аппаратов во первых это диаметр выходного отверстия очень часто выходное отверстие такая тоненькая трубочка она может поливаться не дай бог она засорится ограничивается при этом производительность особенно максимальной мощности понятно что при засорении такой трубки давление повысится и аппарат может дойти до критического состояния дальше метод оформления выхода выходной штуцер может отсутствовать то есть паропроводная трубка намертво запаяна заделана в крышку вы лишаетесь возможности последующей наработки которые вам почти наверняка понадобятся если вы увлечетесь винокурением то есть рано или поздно придется захочется идти дальше придется покупать новый аппарат зачем идеальный выход это штуцер с трубной резьбой ну желательно один можно три четверти но не очень переходники их сейчас очень много продается различных видов вы можете монтировать любое устройство которое вы в последующем приобретете следующая характеристика перегонного куба это возможно залезть в него руками есть такие перегоны кубы которые намертво запаяны и чтобы очистить нагар даже при перегонке спирта с ротца там остается легкий осадок если его не вычистить то рано или поздно он накопится вот с левой стороны как раз и показан такой перегонный куб в середине показан перегонный куб да туда можно залезть руками но дело в том что острый край крышки вы можете порезать руку и кроме того вы не видите что вы там вычищаете тем более что перегонные кубы как правило используются не только для ректификации но и для обычной перегонки а когда идет перегонка очень вероятно что у вас произойдет пригорание ну небольшое и желательно конечно залезть туда руками и вычистить металлической щеткой например оптимально это чтобы это куб представлял собой просто кастрюлю вот которая позволяет и в виде что вы чистите и рукой залезть туда теперь следующий материал он в принципе должен быть универсальный то есть позволять нагревать на газу электроплитки индукционной плите вообще последние тенденции это ориентироваться на индукционную плиту она быстро нагревает экономит электроэнергию меньше пригорает достаточно выключить и кипение мгновенно прекращается то есть если у вас какие-то проблемы с перегонкой перегонка завершается мгновенно но расходы это электроэнергию медь красиво функционально аутентично да но дело в том что она непригодна для перегонки на индукционной плите а в продаже имеются такие диски которые можно подкладывать на индукционку и ставить сверху медный куб у меня был опыт с таким кругом что-то у меня не получилось может что-то неправильно делал врать не буду вот ну в принципе медь красиво на окно можно поставить на полку все будут радоваться но дело в том что через полгода год при интенсивной работе она вас почернеет придется непрерывно чистить но красиво ничего не скажешь следующий критичный момент это конечно охлаждение то есть работа конденсатора ну если вы начинаете то наверное вам достаточно будет охлаждение которое есть на вашей кухне ну правда готовьтесь с проблемой с женой она будет все время толкаться ругаться и так далее появляется повышенный расход воды вот вход можно организовать подракованные вот видите левый снимок можно подключиться к крану сейчас в большинстве наших магазинов самогонных продаются специальные устройства которые позволяют подключаться к воде не отключая при этом воду для непосредственно балкон на балконе можно установить автономный кулер он конечно дороговатый немножко но зато позволяет работать без наличия воды да он прокачивает воду через мебель шланги и охлаждается как в автомобиле вентилятором можно просто змеевик в оцинкованном ведре опускайте туда руку когда вода прогревается ее надо слить и поменять это как бы старинный способ кстати аутентичный как работали французские те же винокуры при производстве коньяка самый дешевый способ ну и самый сложный техническим исполнением вам надо все время следить за температурой воды в ведре вашем но зато позволяет экономить вам следующий момент наличие посадочных мест для термометра в зоне желательно в зоне отбора спиртовых паров то есть перед холодильником ну термометр вещь полезная некоторые гонят без термометра по показанию попугая ну всем больше нравится когда термометр есть особенно на первых парах когда вы получаете опыт свой дальше безопасность я уже говорил про безопасность критическое повышение давления в кубе вдруг у вас ваша труба ваша лекционная колонна засорится что-то при этом должно открыться ну есть фирменные предохранительные устройства как на скороварках вот есть устройство с мембраной которая при повышении давления раздувается и слетает сбрасывая это излишнее давление вообще имейте ввиду что безопасность должна быть на высоте уже есть несколько случаев смертных да им связано именно с нарушением разгерметизации аппарата выходом паров их объемным взрывом с тяжелыми ожогами и смертями очень подумайте прежде чем особенно если вы хотите двухметровую колонну поставить в своем доме ну и последнее желательно конечно присутствие в перегонном кубе слива ну да 10 литров это не очень критично но когда у вас аппарат уже 15-20 литров перегонный куб то конечно сливать через край в общем-то довольно сложно ну и собственно говоря представьте как вы контуете по своей кухне 20 литров кипятка такая довольно сложная а слив позволяет вам безопасно совершенно слить это в другую емкость или сразу слить в канализацию для малых аппаратов конечно наличие ручек не обязательно вы можете брать их и так но на больших аппаратов вещь конечно нужная и полезная у вас должны быть ручки удобные для вас за которые вы можете перемещать этот аппарат и так далее поэтому наше повествование заканчиваем еще раз подчеркну что это работа выполнена для начинающих для начинающих на мой взгляд вот такого объема информации вполне достаточно его еще переварить надо и переваривать надо конечно параллельно с работой ну спасибо за внимание у меня собственно все подчеркну Продолжение следует...